Встреча с Сахаром Так, я приехал в спецприемник Сахарова, чтобы передать передачу своему хорошему товарищу Владимиру Залищику. Здесь очередь. Сотрудники спецприемника издеваются, пропускают по два человека в час. Вот, допустим, мой номер 105. Это значит, что сегодня я вряд ли смогу передать эту передачу. О, афигеть. Стоя фамилия. Моя? Семен. Скажите, а какой номер сейчас прошел уже? Второй. Второй только? Мой номер 105. 105, да. Я сейчас прошел только номер второй. Мой номер 105. Захар, как можете описать вообще всю эту ситуацию? Цензурными словами? Ну, постараться цензурными, да. Ну, так вялотекущая диктатурка. Потому что карателей, на самом деле, кровопийцев не так много, а большинство людей рабы. В форме или без. И вот рабы в форме привыкли делать то, что им скажут. Я забываю о том, что есть такая вещь, как преступный приказ. А за исполнение преступного приказа отвечать приходится. И выражение, мы просто исполняли приказы, ставшие крылатыми. Я не буду говорить, кто его произнес, чтобы меня не взяли за хибот со сравнением этого. Но вот это оправдание, оно не канает. Оно не сработает. Вот. Ну, сейчас вот людей держат незаконно совершенно. Суды все незаконны, с многочисленными нарушениями УПК и прочее, и прочее, и прочее. Ночью суды проводились. Следственные действия не должны проводиться ночью. Вот. Ну, издевательства, на издевательства говорят. Там антисанитария жуткая. Люди просят губки, чтобы отмывать, извиняюсь, туалетные принадлежности и раковины. Вот. А так персонал, говорят, вроде бы как бы миролюбивый. Никто никого тут дубинками не насилует, как в братской Беларуси. И на том, как говорится, спасибочке. Спасибо. Друзья, ну вот видите какая-то здоровая очередь. Пропустили только два человека, то есть номер два прошел, а мой номер 105. Короче, прикинь, прошел только номер два, а мой номер 105. Так, смотрите, как сюда пробираться. Здесь такая каша из снега, и вообще идти надо вдоль трассы, там нет никакой дороги. Ты идешь прям по трассе, представляете? Тут огромный. И ехать сюда три часа фактически. Вот я ехал час на метро, потом почти два часа на автобусе. Ну и пешком еще минут 10, потом идешь по трассе. Вот сюда, видимо, загоняют автозаки, потому что не видно. Говорят, что здесь вереницы из автозаков, а я их пока не вижу. Вот там трасса, по которой надо идти. Здрасте, здрасте. Вы давно здесь уже? Мы здесь примерно с восьми метров. Какой у вас номер? 58. А, 58, да. У меня... Ну сейчас пошел только два. У меня 105. Здоровье подлижено. Ну зато я хочу вам сказать, что... Вы посмотрите, какие все приличные люди. Мы все познакомились. Если раньше выходил только мой сын, то теперь выходят я, мои два соседа и мои две подруги. И так будет дальше. И я надеюсь, что мы это все переживем, я бы так сказать. И победим. И победим, конечно, конечно. Справимся. А вы не видели автозаки? Говорят, здесь вереницы из новых автозаков. А вот где они? Нет, мы только один видели. Проезжал еще вот с той стороны. То есть завозят их вот здесь, наверное, да? Я не знаю, но когда мы стояли, мы не сюда подъехали, мы не знали, куда поехать. То мы увидели там... Ну да, я на автобусе подъехал, но там автозаки с мигрантами стоят, там где мигрантов привозят еще. Нет, тут не видели. Ну понятно. Ну хочу сказать, что, конечно, это ужасно. Вот первый человек, которого... Я спросила вообще, вы со скольки тут стоите? Он сказал, что мы приехали в половине шестого утра и были уже одиннадцать. Потому что вчера мы были сто пятьдесят какие-то и не удалось ничего передать. А мы не можем... Девочку забрали, молодую студентку двадцати и трех лет, да, вот на... Про которую я писала. Угу. Забрали второго часа. Угу. Ночью она не хранила. И до сих пор неизвестен номер камеры. Угу. А там списки висят вообще, нет? Там... Они старые. То есть это... Там можно посмотреть, про кого такого еще, там, не знаю, вчера утром. Здесь есть люди, которые здесь третий день не могут попасть. Угу. Это ужасно, конечно. Я думаю, надо перечитать художественную литературу времен Советского Союза, где писали, как с этим справлялись революционеры, да, революции. Молоком писать, например, да, потому что труп почему-то не принимает письма. Это удивительно. Ну, да. Если в московских приемниках есть хотя бы свидание, там выдают свои телефоны, здесь вообще такого нет. Я пыталась записаться на свидание, но, к сожалению, зачем оно нужно, чтобы мне сказали, в какую камеру там человек. Мы не можем это понять. Говорят, ничего не знаем, после обеда, и все равно ничего не знаем. После обеда понятие выстеживание. Хочется это, конечно, записать на пленку, потому что ты звонишь Тебе говорят, у нас пересменка Позвоните через час Тебе говорят, девушка, а что вы звоните? У нас пересменка Звоните через час У нас пересменка, с чего вы звоните? От издевательства просто, да Конечно, понятное дело Вряд ли у них три часа идет пересменка Я очень сильно сомневаюсь Это просто нам показывают Как к нам Относится Мы это тоже переживем мы с этим тоже справимся, я написала девушке записку, а вчера ей устно сказала, что если тебе будет плохо, то смотри на этих людей и представляй себе, как их ведут по коридорам в твою же камеру, например, когда-нибудь это случится, я думаю, хотя все эти люди удивительные пытаются нам сказать, как-то дистантироваться и сказать, что они вроде как бы ни при чем, я просто выполняю свою работу, да, 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 нет, ребята, это не просто. Я надеюсь, что мы справимся, как пишет Юлия Навальная, мы справимся, детей жалко, но я считаю, что мне 55 лет, наши дети выходят, потому что мы когда-то с этим не справились, 90-е годы, мы занялись бизнесом, карьеры стали делать, с семьей заниматься, и просто не добили, а поляки, например, судили своих, они, польский ОМОН, если я правильно помню, они объявили это преступной организацией, всех иллюстрировали, тех, кто там уже свидетельствовал, протоколы подписывал при задержании там членов солидарности, все эти люди, они не просто были иллюстрированы, их судили, неплохо бы нашим про это помнить тоже, но, по-моему, там собрались какие-то совершенно неотягощенные интеллектом люди, и вряд ли они про это знают, надо донести, напомнить, рассказать историю, да, еще, когда в следующий раз, в 90-е годы, когда старого этого выступала за иллюстрацию, были люди, которые говорили, мы же не звери, мы не должны это делать, нам зачем уподобляться, вы помните, какие были после революции 17-го года, кровавый террор, там и так далее, это была ошибка, нужно было, конечно, не такими методами, но все-таки нужно было не оставлять безнаказанными вот те преступления, потому что если бы мы тогда это сделали, то сейчас человек, который машет дубинкой или отдает приказ, или уже свидетельствует, он бы боялся это делать, потому что он бы видел вот того-то, с ним сделали то-то, или там судили спустя столько лет, или еще что-то, а сейчас это безнаказанность, я не считаю, но ничего, мы их нахаживаем. Угу, спасибо. Удачи. Да, друзья, вот такая ситуация, видите, специально сотрудники издеваются, не пускают людей, не то что два в час, всего два человека с утра прошло, вот мой номер 105-й, то есть сегодня я точно не успею, если так медленно будут пропускать, тут никак не успеешь. Вот здесь каша и снега такая. И стоит отметить, что здесь нет никаких мест, где погреться, то есть только ты в машине можешь теоретически погреться, нет здесь, разумеется, ни кафе, ничего, потому что здесь просто трасса, и все. Трасса, лес и спецприемник. Вот. На машине хорошо сюда приезжать, а я приехал на автобусе, то есть теоретически я здесь, ну я могу попроситься кому-нибудь в машину, тут знакомые, вот есть уже люди, я вижу. Здесь находится Сергей Смирнов, главвред медиазоны, здесь находится депутат района Зюзина Константин Янкалускас, здесь находится депутат Донского района Владимир Залищак. Вот, собственно, Залищику я и привез в передачу. Но такое ощущение, что сегодня не успею даже передач, посмотрим, если они не начнут шевелиться. Я не знаю, вот эти вот дома, видите, стоят желтые, похоже, что здесь располагаются камеры, где они сидят. А вы не знаете, вот в этих желтых домах и сидят, да? Понятно. Здесь сам, скорее всего, который... Дальше. Я просто Смирнов писал, что ему было слышно, как кто-то кричит один за всех и все за одного, значит, где-то рядом должны быть. Ну, в смысле, их проводят, могут привезти туда просто. Ага. Короче, по фотке, кажется, Смирнову было видно, что, по-моему, те здания. Ага. Новый скорбус есть, поэтому, понятно. Да. Похоже, это вот те здания, которые на фоне, желтые, но не исключено, что и эти. Хотя в этих могут жить сотрудники русского окрестина. Приезжают новые машины в надежде, что быстро успеют передать передачу, но, увы. Вот что-то полицейский ходит. Видимо, сотрудник какой-то. Сейчас посмотрим. В общем, издевательство. Издевательство. И! Люди сортируют еду. Мои? Так, друзья, ну я временно остановлю трансляцию, буду находиться здесь. Батарею надо поберечь, потому что зарядить ее здесь негде будет. Здесь холодно, батарея быстро разрядится. Ну, в общем, ситуацию вы поняли.